Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Здоровье детей – главная ценность для любого родителя. Сегодня редкий ребенок может похвастаться идеальным унитетом и отсутствием болезней. Много ребят с серьезными хроническими заболеваниями, много так называемых часто болеющих детей. Призвание детских санаториев укреплять и сохранять здоровье малышей, помогать восстанавливать им силы после тяжелых болезней. В этом году Самарский областной детский санаторий «Юность» отмечает 60 лет со дня открытия детской вздравницы. О прошлом и настоящем и будущем санатории беседую я сегодня с главным врачом современного и активно развивающегося детского санатория «Юность» Наталья Александровна Мокина. Главный врач санатории «Юность», доктор медицинских наук, пульмонолог, врач высшей категории, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по санаторно-курортному лечению. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте, Елена. Ну что же, в этом году санаторию исполнилось 60 лет и вот буквально только что закончилась череда торжественных мероприятий, посвященных санаторию. Ну а лично для вас, Наталья Александровна, чем ознаменовался этот праздник? Вы знаете, конечно, этот праздник прежде всего коллектива, потому что ни одно поколение медиков работало в этом санатории, начиная с 1956 года, когда был основан современный санаторий «Юность». И очень приятно, что многие члены нашего коллектива получили заслуженные награды и поощрения в связи с 60-летием. Мы многое о себе узнали, многое открыли, но многое еще предстоит сделать. Вы знаете, у нас есть сюжет, и мы не могли не побывать, конечно, на этом торжественном мероприятии. Я предлагаю его посмотреть и окунуться опять в праздничную атмосферу. Санатория «Юность» Матрополит Самарский-Сызранский Сергий Сегодня особое внимание детям, их здоровью. Это будущее. Сегодня дети, завтра народ. Как говорит народная мудрость. И поэтому, слава Богу, что сегодня и руководители всех уровней повернулись к детям. На территории этого детского санатория «Юность», которому исполняется 60 лет, руководители это понимают и всецело отдаются этой проблеме. Они любят это делать. Это самое главное. И душой, и сердцем озабочены, чтобы наши дети были здоровы. Праздничный симпозиум в честь 60-летия санатория «Юность» продолжился в зале Самарского государственного медицинского университета. В торжестве приняли участие директор НИИ пульмонологии ФМБА России Академик РАН профессор Александр Чучалин, митрополит Самарский и Сызранский Сергий, заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, проректор СамГМУ Александр Сонис. Поздравляю вас с юбилеем. Действительно, мы гордимся тем, что на нашей земле существует такое уникальное учреждение, санаторий. Далеко не все смогли, как правильно сказал Александр Григорьевич, позволить себе это. Наши дети имеют такую возможность лечиться в санатории и поправлять свое здоровье. И, конечно же, в этом большая заслуга, прежде всего, коллектива. Именно коллектив, именно ваши добрые сердца, теплые руки согревают детей, потому что не только лечебные процедуры, но и ваше отношение к детям, конечно же, помогает им выздороветь. Стали для сотрудников санатория подарками и дипломы и почетные грамоты от Министерства здравоохранения Российской Федерации, администрации городского округа Самара, Самарского государственного медицинского университета и аппарату, полномоченного по правам человека. Наталья Александровна Емолиева, завеститель главного врача по главным вопросам профессора. На торжестве, посвященном у дню рождения санатория, прозвучали доклады главного врача юности, профессора Наталья Александровна Мокина и директора НИИ пульмонологии ФМБА России, Академик РАН, профессора Чучалина. Главный терапевт России поздравил сотрудников с юбилеем и оценил их выдающийся вклад в развитие юности. За эти годы были внедрены самые современные методы реабилитации и лечения детей, страдающих бронхиальной астмой. Они получили высшее образование, многие стали уже родителями. У некоторых из них, к сожалению, детишки тоже болеют бронхиальной астмой. Они приводят их в этот вот замечательный детский санаторий юность. Он преобразился. Я всем говорю в стране, что вот опыт Самары по организации помощи детям сегодня является эталоном не только для России, но и для всего мира. В ходе праздника прошла презентация исторического фильма «Ваша юность», который вошел в журнал «Самарские судьбы». Также специально для гостей работала выставка живописи Надежды Русяевой и играл скрипичный квартет. Со своими номерами выступили детский хор «А кто их» и мужской хор Самарской духовной семинарии. Сегодня юности 60. Но главное, здесь трудятся люди, влюбленные в свое дело, внимательные к маленьким пациентам. Доброжелательность, участие и гостеприимство окружают всех, кто приехал сегодня в санаторий юность. Утро в солнышках встает, 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 это нас с собой зовет, встает. Снова мы опять смеемся, но не скоро мы вернемся. Что же, продолжаем наш разговор. Наталья Александровна, вот если вспомнить историю детского санаторно-курортного лечения, то система в нашем регионе зарождалась в начале 20 века и как раз открываются первые школьные санатории. Расскажите, пожалуйста, об этом, это очень интересно. Действительно, это интересно. Для нас тоже это явилось интересным открытием. Оказывается, в эпоху дореволюционную, с 1900 года, под эгидой Самарской областной ассоциации губернских врачей были открыты первые летние школьные санатории. Тогда они назывались школьная санатория. Даже сами слова, древненностью, но тем не менее, уровень организации работы в этих летних санаториях был достаточно высок. И мы были потрясены, что многие основы, заложенные в те времена, до сих пор работают и работают в наших приказах, по которым мы трудимся и по сей день. Ну вот, и одной из творческих работ, также приуроченных к празднованию 60-летия санатория, стало создание фильма «Ваша юность». И я знаю, что вы собрали совершенно уникальнейшие кадры, исторические. Я предлагаю познакомить наших уважаемых телезрителей с фрагментом этого фильма, как раз и повествующий об истории санатория «Юность». Мои на экран. Я приехала вчера, 21 июня. Меня провожала мама. Когда я приехала, девочки таскали воду. Я стала им помогать. Я вышел на крыльцо и придался своим мечтам. Потом уходили купаться, потом перечать. Мы пошли в беседку, говорили сказки и занимались космографией. Нам показали много звезд. Большую медведицу, Петров крест. После чего у нас была репетиция, а после обеда ходили в Бор. Лето 1901 года. Первые школьные санатории. Отдыхающие дети пишут дневники о том, как проводят время. Для них все ново и необычно. Никто из их сверстников еще ни разу не ездил сюда. Это первые 72 ребенка, которые определены на летнее оздоровление благодаря инициативе Общества врачей Самарской губернии. Если сейчас санаторий – это государственное дело под гидой Министерства здравоохранения и других, соответственно, органов, то тогда это было просто благотворительное дело, которое имело своей целью поддержать слабеньких, больных, нездоровых и, естественно, малоимущих детей. Дети были разные, семьи были разные. Но врачи – это первые, кто за это взялись. Первые здравницы в Самарской губернии появились еще в 18 веке, в Серноводске. Но в начале 20-го столетия, вслед за крупными городами Европы, Союз Российских Городов подхватывает веяние открыть больше оздоровительных заведений для самых разных слоев населения. В Самаре это совпадает с остановлением губернской медицины. Губерния в начале 20-го века остается аграрной губернией. Основное население – это все-таки аграрное население. Где-то вот по переписи 1897 года 14% городского населения. Это крестьяне, крестьяне, крестьяне. И понятно, что это земская медицина, которая обслуживала крестьян. И понятно, опять же, вот те доморощенные методы, которые лечили крестьян 100-200 лет тому назад. И тут мало какие изменения произошли. А вот в городе, да, начинает развиваться медицина. И вот тут мы, наверное, можем провести определенную параллель. Развивается промышленность, развивается экономика Самарской губернии. С призывом обратить внимание именно на детское здоровье в 1901 году выступили самарские врачи, среди которых доктор Гран и доктор Ковецкий. Отец братьев Ковецких, Анатолия и Николая, известных самарских медиков, профессоров Куйбышевского медицинского института. Инициативные врачи сформировали специальную комиссию, которая подошла к вопросу детского здоровья абсолютно по-новому. Специальных детских больниц не было. Те же самые врачи, земские врачи, которые лечили, можно даже сказать, от приема родов до последнего вздоха больного, они вот его проводили весь жизненный путь вместе с ним. Это было, наверное, очень хорошо. Именно они и занимались тоже детским здравоохранением. Оздоровительный отдых для ребенка нужно было организовать по-особенному. Для начала правильно отобрать первых пациентов. Самарские врачи делали первые шаги в этом направлении. Им предстояло многому научиться в московских и петербургских коллег, где школьные санатории появились уже более 10 лет тому назад. В том числе составить адекватное представление о том, кто в первую очередь нуждается в оздоровлении. Врачи раздали анкеты по самарским школам. Учителя заполняли, как они оценивают материальное положение семей учащихся, их здоровье и так далее. Сохранился перечень наиболее частых заболеваний, после которых детей направляли на отдых. Малярия, корь, дифтерия, ревматизм, воспаление легких. Отобрали детей. Но ведь, знаете, дело-то новое. И как вот на первых порах, вот знаете, сколько там оказалось претендентов. Вот кликнули клич по училищам, по всяким школам, чтобы учителя предложили. И вот 76 претендентов. Из них только 45 было отобрано, ну, в силу возможностей там денежных, материальных. А на следующий год 265, что ли. То есть дело-то новое. Мы попробовали, отбирали, вот они пишут, изможденные, слабенькие. А как отбирали? Ну, во-первых, это там, понятно, по пропускам уроков, по социальному составу семьи, какие там возможности материальные. Вот отобрали этих ребятишек, там написано очень жалостливо, что вот пришло там 20 девочек, пришлось вот отобрать 16. Прямо у врачей обливалось сердце кровью, что вот эти дети не могут получить такую возможность. Хорошее питание, свежий воздух и наблюдение врачей. Вот главные правила, на которых опирались организаторы первых детских санаториев. Опыт Европы показал, что такой подход довольно успешен. В качестве мест для самарских детских санаториев обсуждались села Екатериновка, Старый Буян, Тростянка, Якобьевка. Затем детские здравницы появились в Серноводске и Грачевке. За финансовой помощью врачи обратились к меценатам. Благотворительность в начале века, она развивается очень хорошо. И благотворители, ведь для них было несколько вот таких основных аспектов вложения капитала. Это духовная жизнь, то есть строили церкви, часовни. Это народное просвещение и народное здравие. Вот эти три основных направления, они привлекали благотворителей. И здесь мы, конечно, не можем не сказать про Шахабаловскую больницу. Антон Николаевич Шахабалов в 1908 году была построена больница Шахабаловская. Она так и вошла в историю, которая по своему оснащению была одной из лучших, наверное, не только в Поволжье, но и в стране. Альфред фон Вакана. Мы много документов по разным, по поводам разыскивали. Он есть везде. Вот на что бы ни собирали деньги, он есть везде. Вот его пригласили на первое заседание, он послушал и сказал, ну, начнется дело, я дам 200 рублей. Знаете, сколько он дал денег? Когда вот первые, вот здесь есть все, есть все. Сколько человек присутствовал на собрании, сколько денег? 600 рублей. По те времена деньги колоссальные. Большую помощь оказал меценат Андрей Субботин. Он специально для детей построил большой дом с верандой в селе Грачевка. Там разместили девочек, ведь в то время, как и образование, отдых детей был раздельным. Мы ходили гулять на поляну и нарвали букет цветов. Рвали клубнику, видели мы птицу-сову и удивились. Мы стали звать девочек, эта птица улетела. Ходили купаться, после этого нашли кошку, сделали домик, принесли молока и хлеба. Детское счастье в простых вещах. Даже еда для отдыхающих готовилась простая, но полезная. Яйца, молоко, масло, мясо, овощи, хлеб. За месяц на природе при правильном питании многие городские дети заметно поправились. Доктора засвидетельствовали это в своих отчетах. Все результаты первой попытки организации детских здравниц фиксировались с особой тщательностью. Куда пошла каждая копейка, чем занимались дети, их рацион питания, их состояние до и после отдыха. Врачи и родители были довольны результатами. Опыт первого года признали положительным. Школьные санатории было решено организовывать каждый год. Благодаря поддержке самарского предпринимательства этот проект успешно жил вплоть до революции. Следующее упоминание о детских санаториях мы встретим уже в 1920 году. Но это будет другое время, другие люди и другая история. Это город Эсс. Я продолжаю беседовать с Натальей Александровной Мокиным, главным врачом санатории «Юность». Наталья Александровна, я знаю, что санаторий «Юность» в своем роде уникален. Расскажите, пожалуйста, почему? Действительно, он уникален. Это единственная в Приволжском регионе детская здравница, которая совмещает в себе три санатория. Вот уже более 10 лет. И эти три санатория как раз те наследники советских санаториев, которые остались после перехода нашей страны в другую историческую эпоху. И они по-прежнему работают. Каждый из них имеет свой профиль. Так, например, одно из отделений санатория сохранило противотуберкулезный профиль. Другое отделение работает по наиболее распространенному сегодня профилю хронических болезней, болезней органов дыхания. Здесь и лор-патология, здесь и бронхиальная астма, здесь и часто болеющие дети, здесь и хронические рецидивирующие бронхиты, дети, перенесшие пневмонию, поступившие на этапное лечение после стационаров, а других патологий, болезней органов дыхания. А также еще и многопрофильное отделение, которое расположено на Красной Глинке, оно работает по болезням органов пищеварения, кардио-рефметологической патологии, нарушениям обмена веществ. Также там расположено подразделение мать и дитя для пациентов в сопровождении детского возраста, а также для федеральных инвалидов. Общая мощность санаторий на сегодняшний день составляет 510 коек. Это крупнейшее в Приволжском регионе санаторий, совмещающий опять-таки в себе более 8 профилей. Наталья Александровна, а вот что из себя представляет санаторий юности? Ведь не секрет, что время идет, и медицина развивается, и в юность приходят новые технологии. Расскажите, пожалуйста, об этом, и, конечно же, мы проиллюстрируем видеорядом процедур, которые мы сняли в санатории. На сегодня в санатории, как я уже сказала, работает не один профиль. Вот мы сейчас видим на видеоиллюстрации, как работает один из приборов, спектр, а также спелеокамеры. Конечно, много видов массажа и механический и ручной. Ингаляционная аэрозольная терапия широко представлена, светолечение, довольно современная и популярная методика. Грязелечение, теплолечение, кедровая здравница, различные виды ванн, баневая терапия, так называемая, солодковые, жемчужные, минеральные ванны, хвойные, йодобромные ванны, аэро-ионотерапия, аромотерапия и целый ряд других процедур согласно федеральным стандартам санаторной помощи. Но я не могу не задать здесь вам вопрос, каким образом можно сейчас получить путевку в детский санаторий, какие программы у вас реализуются? На сегодняшний день в основном дети в санатории лечатся бесплатно. Бесплатную путевку можно получить на ребенка по направлению врача детской поликлиники, в первую очередь для тех детей, которые стоят на диспансерном учете по хроническим болезням. Путевку для ребенка федерального инвалида можно получить через Центр социального обслуживания, обратившись в них, соответственно, через Министерство социально-демографической политики нашего региона. Ну и, соответственно, поступив в санаторий, ребенок получает полный комплекс программ по 21-дневной программе, усвержденной стандартом Федерального Минздрава. Наталья Александровна, а тандем науки и практики всегда был визитной карточкой санатория юности? Действительно, это визитная карточка на протяжении уже не одного десятка лет. Наши ведущие ученые, педиатры, в частности, Галина Андреевна Маковецкая, Людмила Игоревна Захарова и ряд других педиатров, известных и не один год работающих на поприще педиатрии в нашем регионе, принимали активное участие в развитии и формировании санаторий юности. И сегодня мы продолжаем сотрудничать и очень плотно работать с кафедрами Самарского государственного медицинского университета. Ну и в подтверждение ваших слов я предлагаю послушать мнение первых лиц здравоохранения нашей губернии. Внимание на экран. Санаторий по-прежнему является базой Самарского государственного медицинского университета. Активно осуществляется научно-практическое взаимодействие с кафедрами восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии, госпитальной педиатрии, общей гигиены. Они являются учебной базой нашего университета, потому что мы создали кафедру курортологии и физиотерапии, и реабилитации, которую возглавляет профессор Яшков, который очень активно сейчас контактирует со всеми санаториями учреждений, в том, что есть санаториями ЮНОС. И санаторий ЮНОС сейчас возглавляет доктор медицинских наук, она профессор нашей кафедры, вот как раз этой кафедры. Поэтому вот, когда у руля появляется человек, занимающийся наукой, это как раз совсем другое дело. Она понимает, что надо привлекать к этому делу сотрудников, и контактировать с кафедрами, проводить конференции, и в максимальном варианте привлекать весь вот этот лечебный процесс, который выстраивается на базе санатория, конечно, новейшее достижение, которое только что появляется у науки и так дальше. Если смотреть для нашего региона, очень актуальными являются ряд заболеваний. То есть это заболевания пульмологического профиля, это заболевания легких, это ослабленное здоровье, вот. И отбор в санатории ведется на базе детских поликлиник. Вот. Это группы длительных и часто болеющих детей, которые более 40 дней в году чем-то болеют, или более трех раз. Вот. И сейчас потребности санаториям юности, вот всех детей, которые длительные и часто болеющих, мы перекрываем. В администрации санатория юности очень высококоликционные кадры. То есть я могу сказать, что ими даже готовились металлические рекомендации на российский уровень. Санаторий юности развивается. Что нового сегодня он может предложить юным пациентам? Действительно, само название юности обязывает быть все время на пике развития. И вот в последний год внедрено достаточно много новых диагностических и лечебных методик в работу санатория. Я могу сказать, что мы внедрили новые методики диагностики органов дыхания, в частности, акустический цифровой анализ дыхательных звуков, который позволяет записывать те звуки дыхательные, те хрипы, которые врач не может слышать своим ухом. Кроме того, мониторировать и протоколировать такие звуки, не слышимые ухом, позволяет новая методика электронный фонодоскоп. Это новая методика, применяя в Европе в течение последних трех лет. Наши доктора уже имеют возможность записывать эти паттерны, хранить, мониторировать паттерны ребенка акустические в течение пребывания в санатории на фоне программ лечебных, которые они применяют у детей. Компоненты электронного носа – это оксид азота в выдыхаемом воздухе, маркер диагностики, мониторинга, лечения воспалительных процессов аллергического характера при бронхиальной астме. Это тоже то, чем располагают сегодня наши доктора. Ну а стандартом является золотым стандартом – спирометрия, бронхолитический тест. Это уже не один год наши доктора используют, достаточно уверенно и активно. Это что касается диагностики. В отношении лечебных мероприятий. Вот мы взяли на вооружение две методики, которые нам подарили питерские врачи, которые тоже работают в сфере оздоровления детей – это лечебные теренкуры, а также лечебная методика, которая называется КВЧ. Это методика с помощью аппарата, которая позволяет стимулировать иммунитет ребенка, как раз от той категории часто болеющих детей, о которой вы говорили. Их очень достаточно много, этих детей. И для того, чтобы частота простудных заболеваний в год была меньше, не так часто они болели, то применяется комплекс мероприятий, в том числе вот эта новая методика КВЧ, аппарат, который, собственно говоря, применяется и в ведущих столичных клиниках, в ведущих столичных центрах оздоровления детей. Для удобства наших пациентов в этом году мы внедрили рекомендованные Федеральным Минздравом информационно-коммуникационные технологии. Мы взяли за основу порядок распределения электронных путевок, который применяется в федеральных детских санаториях, и с этого года, с конца этого года и в последующем электронное распределение путевок будет в действии. И порядок тот же через врачи. Для врачей это... Для пациентов ничего не меняется. Меняется только для врачей. То есть заявку врачей ЛПУ, педиатров, участковые теперь направляют в ГКУ Самара Формации, которая свод заявок формирует для, соответственно, распределение путевок по лечебно-профилактическим учреждениям. Эти путевки уже будут доходить непосредственно до пациентов более быстро, более мобильно. И в рамках программы «Стационар» статистическая обработка данных не будет представлять никаких проблем на будущее. Что касается информационных технологий, не секрет, что одной из больших проблем наших пациентов является время ожиданий в очереди. И даже при социологических опросах они одной из пяти позиций проблемных медицины озвучивают именно длительное время ожиданий в очереди. Поэтому мы внедрили такую методику, как электронная очередь, взяв за основу распределение очереди в банках, который всем нам известно. И теперь пациент, ребенок с родителем, взяв талон к врачу, может в течение ближайших 15 минут подойти к доктору, согласно номеру в электронной очереди, и быть принятым в санаторий. Скажите мне, пожалуйста, те дети, которые впервые к вам попали в санаторий, прошли курс лечения оздоровления, чувствуют ли они себя лучше? Вот с тем же распространенным бронхитом. Вы знаете, вот в этом году, этот год еще ознаменовался тем, что в президиуме госсовета работала большая рабочая группа по развитию санаторно-курортной отрасли. На самом высоком уровне, на уровне федерального Минздрава правительства Российской Федерации были озвучены цифры о том, что оздоровление детей как минимум в 2,5 раза снижает частоту повторных вирусных инфекций, а также обострение хронических заболеваний более чем в 3 раза. У взрослых эти цифры не отстают от педиатрической практики. Это доказано учеными, это записано в федеральных документах по развитию санаторно-курортной отрасли, легло в основу обоснования дальнейшего развития наших уникальных природных лечебных ресурсов, в том числе и в Самарской губернии. Очень ценная информация, спасибо вам за это. Но вот помимо оздоровительных и восстановительных программ в санатории очень развито творческое направление, и вы как руководство совместно с воспитателями, культорганизаторами уделяете этому особое значение. Вот ваше мнение, именно творческое начало в санатории действительно помогает детям выздороветь? Вот у нас есть уникальные, интересные фотокадры, я предлагаю их посмотреть, а вы расскажите об этом направлении, пожалуйста. Хорошо. Конечно, дети это не взрослые, и для них не являются столь ценным лечебные программы. Лечебная программа, понятно, для родителей, для детей, понятно, досуг, насколько им было скучно, интересно, неинтересно. Санаторий круглогодичный, поэтому большую часть времени в учебном году, кроме лечения, занимается, занимает школы. Учителя из школ, которые расположены неподалеку от наших отделений, приходят и обучают детей в рамках школьной программы, но, конечно, ребенку должно быть весело, потому что хороший эмоциональный фон повышает общие результаты лечения. Это не секрет, и более того, это прописано во всех нормативных санаторных детских документах, что досуг, образовательные программы, дополнительное образование должны являться первоосновой комплексного подхода к оздоровлению детей. Наталья Александровна, наше время подходит к концу, я хочу узнать, какие планы и перспективы развития санатория в ближайшее время? В ближайшее время, конечно, большими планами является дальнейшее развитие медицинских программ, дальнейшее развитие программ на современном уровне, в том числе по лечению лор-болезней, болезни органов дыхания, и также, конечно, выход на более современный уровень анимационных и программ дополнительного образования для детей. Ну и по традиции программы я предоставляю вам заключительное слово. Что бы хотели пожелать всем тем, кто нас сейчас смотрит? Пожалуйста. Конечно, хотелось бы в первую очередь пожелать родителям, чтобы они уделяли больше внимания не только образованию детей, но и их оздоровлению. Потому что, конечно, не секрет, что дошкольный, школьный период это период становления детского здоровья на всю последующую взрослую жизнь. Как сказал митрополит Сергий, дети – это будущие взрослые, это будущий народ. И мы все совместно, и врачи, и родители, должны в содружестве работать на здоровье детей нашей Самарской губернии. Ну что же, спасибо большое. Я благодарю вас за ваш визит в нашу студию. Спасибо, что поделились новостями. И хочется пожелать дальнейшего процветания. И спасибо вам за то, что наши детки здоровы. Спасибо вам. Всего хорошего. Вы смотрели программу «Город С». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!